Слушайте, подъехала теория, почему мужчина не должен обеспечивать и воспитывать свое потомство. У меня мой знакомый Алеша, он в разводе, у него двое детей, он ими не занимается абсолютно, денег не платит. Наташа, понимаешь, наши ближайшие родственники шимпанзе, говорит Алеша, потому что у него, его ближайшие родственники, сто пудов обезьяны. У меня ближайшие родственники люди, но я, видимо, на какой-то другой ступени эволюции нахожусь. У Алеши, значит, его ближайшие родственники шимпанзе поступают так. Это реально так. Самец после спаривания уходит заниматься своими самячьими делами. Он не помогает самке воспитывать подрастающее поколение вообще. И Алеша говорит, ну вот, вот, обезьяны же так делают. Алеша, спору нет. Если ты считаешь себя обезьяной, делай так же. Ты можешь не воспитывать своих детей, можешь срать на улице, можешь давать за банан. Если ты обезьян, нет, ничего невозможного. Мужики, которые обезьяны, к вам претензий вообще ноль. Живите в своих зоопарках. Чтобы вы не считали меня сексисткой, давайте я наеду и на женщин. Уважаемые женщины, до каких пор вы будете давать обезям? Ну вот вы видите, что человек обезьяна. Что вот стоит перед вами Алеша, блин. Ну зачем рожать от него детей? Ну подождите, пока он эволюционирует. Потом успеете дать. Вот и все, вот и все. Уаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Продолжение следует...